Действительно, сегодня было расширенное заседание рабочей группы Комитета по законодательству с участием профильных комитетов Смольного, исполнительных органов власти. Основная тема данной рабочей группы была совершенствование законодательству о стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах Санкт-Петербурга и о поддержке инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга. Это крайне значимая тема, поскольку, понятно, что без наличия крупных стратегических проектов невозможно обеспечить устойчивое развитие города как региона, потому что прежде всего речь идет об инвестициях в промышленность, которая в последние годы, к сожалению, не заслуженно во многих случаях обходилась вниманием. Не так много действительно значимых промышленных проектов за последние годы на территории города развивается. Если отбросить в сторону проекты, связанные со сборкой автомобилей, все-таки это, конечно, хорошо, что хотя бы такого рода проекты появляются, но прежде всего хочется, чтобы на территории города развивались промышленные предприятия, которые в рамках полного жизненного цикла создают свою продукцию, как, допустим, в советские годы Кировский, Балтийский завод, либо в рамках кооперации с заводами в других регионах России. Поэтому эта тема крайне важна, и в состав группы вошли два заместителя председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, для данного комитета эта тема является профильной, они именно взаимодействуют с этими стратегическими инвесторами и производят отбор проектов, которым может быть присвоен статус стратегических. Так, эта тема крайне важна для и Коммунистической партии, потому что, как я упомянул, речь идет о развитии промышленности, об инновациях, речь идет о будущем потенциале города, северо-западного региона и страны в целом. Продолжение следует...